Как же прекрасны виды Беловежской пущи на закате. Ну а сегодня мы порассуждаем о цене видеоблогинга, да? Сколько пришлось затратить на него, да? Потому что некоторые люди говорят, а нажми просто кнопку там нажали, да, господа, и записывают всё, да, ничего подобного. Не всё так просто, как вы, господа, думаете. Видеоблогинг, он устроен сложнее чуть-чуть. Они, как пример, приводят Хованску, как правило, да? Говорят, сидит там, да он там сидит, ничего не делает, да, ничего не тратит, только донаты там гребёт. Но на самом деле не всё так просто. У него расходов там 2 миллиона в год, да? 2,5, вот. Но доходами он окупается, у него каждый ролик приносит по 70 тысяч, так что это всё фигня, я вот так примерно рассчитал. Думал, да, сегодня. Рассчитал так примерно, да? Вот это все операторы всякие там путешествия, путешествия, вот эти все, да, закупки, всё вот это вот дополнительное, да, оборудование, барахло. И это ему стоило вот так вот дорого, да? Но нам это не важно, по сути, да, что там он делает. Я сказал примерно 2 миллиона он тратит, вот 2,5, 2-2,5 тратит. За каждый ролик он получает 70 тысяч рублей, как минимум. Вот, вот так вот думайте, да, вот. А затративает он на ролик, соответственно, 1015-1020 на создание одного ролика затрачивает Хованский. О Хованском больше не будем. Мы поговорим о том, как я начинал и что я покупал. У меня всё сохранилось, всё вот это оборудование, практически куча барахла сохранилось, да? Всякого разного, вот, в том числе. Разное там барахло, да? 4К-камера, вот. Я покажу его по порядку. Если, конечно, совсем не потемнеет, тогда я уже прекращу запись. Конечно, это называется видеоблогингом. Но главный прикол, знаете в чём? В видеоблогинге. Что видео всегда пишется в основном хорошо, даже офигенно. А вся борьба в видеоблогинге ведётся с плохим звуком. Потому что звук постоянно то плохой, то что-то происходит, то что-то не так, да? То что-то не работает, шумоподавление, то оно работает, и это плохо, да? В общем, со звуком основная борьба, фронт борьбы видеоблогеров как раз идёт за звук в основном, вот. Я как-то с этим справляюсь, да? Сейчас я принял решение, короче, шумы всякие, всякую бурду глушить музыкой, да? И это, по-моему, наиболее выгодное дело, потому что все так и делают. Вот, они уже давно поняли, вот эти крутые блогеры, что любые шумы наглушить музыкой. Давайте я продолжу рассказ о том, как я начинал, да? Я вообще имел дешёвый микрофон. Я потом купил вот этот микрофон. Даже два у меня таких. Но я начинал с дешёвого микрофона как-то, да? Вообще, от пианино я первый в лов записывал на микрофон от пианино, да? Я поставил АБС, подключил к нему микрофон от детского пианино за 25 центов, который можете купить на Алиэкспрессе, например. 25 центов всё микрофон стоит от детской пианины. Он такой маленький, небольшой. Как это-то? И провод у него 20 сантиметров. Вот. Он ни в какое сравнение с этим не идёт. Короче, это всё досталось мне бесплатно. Я имею в виду прадетский микрофон. А вот эти вот пришлось купить по 200 рублей штука. Два микрофона. То есть расход у меня уже 400 рублей. Вот этот микрофон уже звук писал получше, конечно, на компьютере. Но всё равно были недостатки. Потому что Реалтек, он через жопу звук захватывает, шибко тихо. И я купил вот это тогда. Сейчас я как-нибудь так сделаю. Микрофон тут нафиг. И потратил на это ещё 400 рублей. Это внешняя звуковуха. Внешняя звуковуха. Она позволила мне убрать все наводки внутри компьютера, которые наводятся. Но я не рассчитал всё равно. Во-первых, она ошибка хорошо работала. Там уже не было недостатков. Недостатки вывезли у микрофона. То есть уже 800 рублей мы потратили на видеоблогинг. Вот. У их квартиры было слышно, что в других квартирах делается. Так что я решил вот этим пока не пользоваться. Но оставить его, чтобы подключать его к телефону. Потому что эти микрофоны, вот, с обычным миниджеком, их можно подключить к телефону и пользоваться ими потом. Если в телефоне будет плохой микрофон, да, или что-то произойдёт с ним. Вот. И вот, господа, дальнейшая покупка была вот такая. Вот такая вот камера А4Тех. Да, А4Тех. Камера. Вот. Я думал, ну, всё. Во всех камерах, да, USB звук, да, вот этот вот, он передаётся уже в цифровом виде и наводок тут никаких вообще не будет. Вот. То есть я решил, ну, куплю дешёвую камеру за 900 рублей, да. Вот. Купил, да, пошёл. Я думал, она дешевле стоит, потому что я когда-то такую же покупал за 120 рублей. Прям буквально была распродажа, и вот так вот они лежали, прям пачками, да, навалив друг на друга. За 120 рублей я когда-то покупал такую, но куда-то она при переезде у меня потерялась. Для скайпа они, конечно, хороши. Вот. Апсказ 16 до 16 мегапикселей с 0,6. В общем, но оказалось, что по звуку эта камера жопа полнейшая. И, соответственно, вот эта вот цифровая передача звука, да, ничего не имеет под собой, да. Не имеет плюсов уж, а звук вот через вот этот вот микрофон, который здесь в дырочке, он полнейшее почему-то говно получается. Вот не знаю почему. Короче, этой камерой я пользоваться быстро перестал. Где-то, по-моему, неделю, да, но на всякий случай она лежит. Дальше, короче, я некоторое время не записывал на компьютер ничего. Просто всё записывал с телефона. А потом падал младшую. И взял вот этот вот Logitech. Вот этот вот Logitech. Он сейчас у меня, он прекрасно работает. Вот тут вот звук хороший, да, тут встроенное шумоподавление, да. То есть там не просто какой-то там вот цифровой звук передаётся, да. А там встроенный шум, да. То есть и в область действия они вот так вот по кругу, а направленные. В общем-то микрофон тут направленный, кстати. Вот. Поэтому и разные уровни звука получаются. Я то у него башкой поворачиваю, то от него, да. Вот надо учиться башкой в сторону камеры держать, да. Себя, да, башку свою. И тогда будет со звуком всё вообще отлично. И как у топовых блогеров, да, практически. Вот. А топовые блогеры, они покупают блюети. Я никогда до такой дури не дойду. Потому что в блюети отстаёт звук. В микрофоне почему-то задержка более 115 миллисекунд. То есть на стримах он не ходится вообще. Вы видели стримеров, кто стримит с блюети, да? Вы же понимаете, что происходит, да? Там, в этом блюети звук отстаёт, да? И у них потом синхронизация ещё больше и больше становится. Так что лучше всё-таки с камерой писать. Купить. Две камеры, то есть, вот. Что лучше всего будет для звука, по моему мнению. Вот. Купить две вот таких камеры. Одну пишет пусть видео, да? А другая вот эта вот подешево, 270. 270 просто перед собой ставить, пусть звук пишет. И это лучше всего будет. Это вообще very good night, короче, будет. Короче, в какой-то момент я перестал считать цену вот этой барахла, да? Компьютерный звук. Сколько мне обошёл с компьютерным звуком? 400. Два микрофона белых. Внешняя USB-адиокарта с миниджеками 3,5. Она стоила тоже 400-800. Камера A4Tech 900. То есть, считаем, обнуляем, да, 2000, короче. До 2000 добираемся, да? Камера Logitech стоила мне ещё 1200. Соответственно, уже 3200. Так, 3200 за компьютерный звук. Вот, вот такие вот грустные дела. Дорого, блин. Вот чё я скажу. Надо было сразу знать, чё покупать, какую камеру, а то... Если подбирать, как я привык всегда, то можно лыжануться. А теперь надо рассказать про мобильный звук. Да, вот трактор радио уехал, убежал. Короче, мобильный звук – это другая тема. Сначала я думал, что у меня вот этот фотоаппарат хороший, он сможет писать видео, вот. Но, к сожалению, случилась какая-то хрень, да? И он вообще, он только 10 секунд видео писал, а потом зависал. Вот, на видео, то есть, он вообще видео не снимает, он глючный изначально. А говорят, Samsung, Samsung. Samsung вообще дерьмовая техника, да? Качество ниже среднего, да? Много брака, да? И мне попался бракованный аппарат, но я видео ни разу не записывал на него, так что я не заметил, что он даже бракованный. Да и фото он снимает тоже, красный цвет его всех фото, да? Ужасно, то есть, вот это ужасно, да? Притом он корейский, он не российский ещё, но всё равно говно полнейшее, короче. Значит, этот вариант нам не подходил, и я его отставил быстро. Прямо сразу, можно сказать, отставил я его. Короче, вот, мобильные телефоны. Дальше у меня был телефон Fly. На телефоны я не считаю, что я потратился, да? Потому что вот такой же он был, примерно, Fly у меня, да? Я не считаю, что я какую-то трату произвожу, когда покупаю телефоны, потому что я покупаю для себя, а не для блогинга, как правило. Потому что им всё равно приходится пользоваться для других задач. Так что это не считается бы расходы. Расходов, то есть, 3200 только. Вот. Казалось бы. Казалось бы, только 3200. Но есть ещё одна проблема, да? Короче, в смартфонах есть два типа. Вот их дешёвые, да? В них монофонический вот этот микрофон, один только снизу. И он пишет звук с шумом, да? Там шум идёт и пиздец. То есть уровень шума, даже если ничего не происходит, он всё равно 25% шума, то есть, да? То есть ты усиление делаешь потом, а звук говно, да, полнейшее. Шум этот забивает, тогда всё. В ритмичке и новых смартфонах используется другая система. То есть динамика 2. Но звук получается вот там сверху, снизу, да? Казалось бы, стерео пишет, но нет. Это для шумоподавления, да? То есть записано будет то, что только в двух динамиках, да? Когда в двух динамиках звук одинаковый, он пишется. Когда нет, да, в одном динамике звук есть, а в другом нет, он подавляется, да? Вот. Это сделано от ветра. И это офигенная тема, но она заглушает голос. Вот. И это неприятно. Приходится говорить громче. Потому что, господа, говорите громче в новый телефон. И можно было бы сказать, что всё, да, вот. Редмичку купил, да, мобильный блогинг не растратился, да? Да, Lenovo, сначала Fly, потом Lenovo, Fly 405, потом Lenovo 2016, потом Redmo 6. Вот. Казалось бы, да? Ни хера, типа, не потратился мобильный блогинг. Но и тут есть затраты на блогерство, да? Казалось бы, да? CD-карточки, да? Потому что медленная CD-карта у меня с 11-го года, я бы не менял её никогда на 8 гигабайт. Но она очень медленная, она настолько медленная, что даже видео иногда не пишутся на неё. Которые пишутся, они потом пропадают. Но она отлично работает, да? Она просто не успевает данные записывать. Вот, CD-карты. Две CD-карты я купил, то есть ещё 800 рублей по 400. Да, вот. Две CD-карты уже 4000 ровно, затраты на видеоблогинг. Но это ещё не всё, господа. Это ещё не всё. Самый провал. Самый провал это Ultra HD вот эта вот экшн-камера. С галимым звуком, да? И мне сразу там писали, это самое, на форум отчитал, да? Там все говорили, а вы сразу покупайте камеру, у которой есть вход под внешний микрофон, и тогда будет хорошо. Пусть экшн-камеры, у всех экшн-камер звук говно. Но я не поверил, да, купил, подумал, о, отлично будет, 4К. Говно полнейшее, да? Я тоже быстро забросил пару месяцев и забросил, да, даже видео удалил с неё. Все, да? Конечно, видео хорошие получаются, но, к сожалению, шибко-огромный битрейт, она нагоняется своим объективом вот этим. И вообще, да? И битрейт фиксирован на 13 тысячах килобит в секунду, да? Всегда, да? А для стандартного режима, для Full HD, 23-мя, да, фиксирован. Вот. Так что всё в этой камере грустно. Она тоже приведет ко всяким флешкам. Я первую быструю флешку, которая сдохла, как раз к ней и купил, да? Вот. И не снимает она в 2К даже. Есть режимы 2К, 4К, но они градиентами какими-то идут. Нереальные цвета появляются в видео. Это фигня полнейшая вообще. То есть, вокруг травы можно появиться фиолетовый какой-то слой дополнительный. Это фигня. То есть, не стоит это 2К, 4К, если говно получается. Ну, а в обычном режиме в Full HD она снимает нормально. Это самый минимальный режим для неё. Вот. Для этой камеры. Но она меня разочаровала, да? Пуша без звука. Это не стоит того, да? Звук потом с телефона дописывать, это не то, конечно. Вот. Так что видеоблогинг это дорого, да? Но экшн-камера, кто бы знал, да? А я знал, что надо покупать камеры, где выход есть под микрофон. Но не задумался. И это барахло стоило ещё 3200, представляете? И в результате 4 плюс 3 это 7. 7200 рублей. Вот все затраты на видеоблогинг за 2 года. Вот. Чего можно рассказать? Распадаем. Без этого, конечно, это было бы терпимо, да? Я вообще не хотел тратиться нифига. Вот. Потому что смартфоны я покупал для себя всегда. Когда функционал по другим параметрам портился, а не по камере. Вот. Так что вот это разочарование века, да? Вообще. 4К, экшн-камера, разочарование века. Ладно, я думаю даже разбирать её или иной нахрен. Когда-нибудь она дойдёт до разборки. Потому что я её точно не пожалею. Или я её раздавлю под поездом. Ну, под электричку и запишу это. Так что, господа, тушите свет. Блогинг, занятие такое. Даже когда он хобби. Просто, да? Оно, по сути, это свои деньги тянет, блин. Вот такие дела. Это вам не кнопочку нажать, господа. Не всё так просто, как многие думают.